Итоги этой пятницы в материалах корреспондентов нашего телеканала от программы новости сругу 24. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Круковец и в начале выпуска коротко его главные темы. При участии президента России в Когалыме состоялось открытие филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Кого и чему там будут учить? Не пройти, не проехать сургутяне продолжают жаловаться на уборку снега во дворах. Некоторые управляющие компании едва укладываются в положенные сроки. И заглянуть за кулисы для семьи юной участницы федеральной акции «Елка желаний» провели экскурсию по телерадиокомпании «Сургут интерновости». Новое поколение инженеров из Югры в Когалыме состоялось открытие филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Мероприятие стало частью рабочего совещания под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. Участие в церемонии приняли губернатор Югры Наталья Комарова, главный исполнительный директор компании «Лукоил» Вадим Воробьев, исполняющий обязанности ректора политехнического института Анатолий Ташкинов. Новый образовательный центр даст возможность будущим студентам проходить обучение под руководством ведущих специалистов топливно-энергетического комплекса, а также высоко квалифицированных сотрудников ВУЗа. Новый образовательный центр создан в результате командной работы Министерства науки и учебного образования Российской Федерации, правительства Пермского края, компании «Лукоил» и правительства Кантомантийского автономного округа Югры. Он соответствует стандарту оснащения кампуса мирового уровня, включая образовательное пространство и лабораторные комплексы. Для подготовки инженерных кадров для нефтегазовой отрасли. Открытие филиала Пермского института позволит выполнять модель школа, колледж, вуз, отраслевая наука, предприятие, что обеспечит непрерывную подготовку высоко квалифицированных кадров. Среди направлений обучения – геология, разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение. Институт будет обучать больше тысячи студентов, а сам центр включает в себя общественно-образовательные, учебные и лабораторные корпуса, два общежития, рассчитанных на 390 человек, спортивный блок, актовые конференц-залы, столовую, кафе и амфитеатр «Трансформер». Студенты, которые уже учатся в институте, пригласили Владимира Путина в Югру, чтобы показать и рассказать о том, как проходит их профессиональная подготовка в стенах учебного заведения. Президент, в свою очередь, обещал постараться приехать. Вы сказали, что все выпускники будут трудоустроены на наше предприятие. Это очень важно для ребят, для тех, кто приходит учиться. Они знают, где они будут работать, знают компанию. Это одна из мировых компаний, одна из тех компаний, которой мы гордимся в России. Крупный образовательный центр начнут строить и в соседней с Югрой Тюменской области в следующем году. Об этом на пресс-инференции сообщил губернатор региона Александр Муор. Площадка создается по инициативе президента страны. Концессионное соглашение было подписано летом прошлого года в Новосибирске. Оно предполагает объединение студентов и преподавателей пяти университетов Государственного, Индустриального, Аграрного, Медицинского и Института культуры. Общежитие примут 5000 человек. Исследовательская работа будет вестись по трем основным специализациям кампуса. Энергетическая безопасность, безопасность живых систем и технологический инжиниринг. Финансирование на половину из средств федерального гранта 40% вложит инвестор. Компания «Врата Сибири» в десятую часть добавит бюджет Тюменской области. Работы будут вестись в 2024 год. Параллельно консессионер сейчас работает над посадкой зданий. А у нас там 10 объектов. Общая площадь 167 тысяч квадратных метров. Следующим этапом будет разработка уже архитектурной концепции. То есть вида этих зданий. Задача такая, чтобы в начале 2025 года уже выйти на первое разрешение на строительство. То есть уже начать строить. И в 2025 году весь проект кампуса завершить. Александр Мор неоднократно говорил о том, что будущий кампус сможет привлечь лучшие умы не только из Тюменской области, но и из всех регионов Уральского федерального округа. В сфере туризма, например, заинтересовать соседей удалось в 2023-м. Тюмень, Тобольск, Ишим и другие муниципалитеты области посетили 3 миллиона 400 тысяч гостей. Одна из целей руководства субъекта страны – сделать интерес к отдыху в регионе круглогодичным, а не сезонным. Чтобы нарастить поток Тюменской области, нужно развивать инфраструктуру. В прошлом году был разработан мастер-план туристического каркаса Тобольска и проект создания нового кластера в районе областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Мы по инфраструктуре уперлись в потолок. То есть нам нужно строить новые отели, новые санатории, новые термальные источники. Нужно расширять инфраструктуру. Мы так хорошо раскрутились. Сегодня, встречаясь с людьми в столицах, про Тюмень, многие говорят, что у вас там за море такое. И есть поток, и мы можем, если ничего не будем делать, а мы делаем, я об этом тоже говорил, мы вот уже уперлись в потолок. Поэтому, собственно говоря, поэтому и цены могут расти, потому что спрос превышает предложение. Уголовное дело о доведении до самоубийства медсестрой Саргутской травмбольницы вернули на повторное рассмотрение. Оправдательный приговор бывшей старшей медсестре отделения анестезиологии и реанимации медучреждения Ольги Матвеичук отменил окружной суд. Напомню, в октябре 2021 сотрудница травмцентра Айжан Ташмагамбетова приняла руковое решение, в чем муж погибшей обвинил ее руководство. Два года силовики вели следствие, и в минувшем октябре процесс завершился оправдательным вердиктом. Однако прокуратура и потерпевшая сторона его оспорили. Я не видела ни резолюцию, ни приговор оправдательный, я с ним не знакома. Но, конечно, просто как бы люди не пошли в апелляцию, если бы было все законно и нечего было оспаривать. Скорее всего, это же очевидно, что были нарушения. Я все-таки считаю, на самом деле, что это заслуга адвоката, это грамотный специалист. Это ее правильные действия, правильно составленные документы привели к такому результату. И благодаря ей, я думаю, принято такое решение. В отношении одного из руководителей отдела УМВД по Югре возбуждены уголовные дела за злоупотребление должностными полномочиями. Делом занимались сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области. Как предполагают оперативники, высоко поставленный полицейский, не желая проводить проверку по сообщениям о преступлениях, неоднократно скрывал их от государственного учета, чтобы создать видимость благополучия в зоне своей ответственности. Как стало известно о медиа, речь идет о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков и боеприпасов. Заведено два уголовных дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Фигуранту грозит 4 года тюрьмы. В Сургутском районе проводят парашютную подготовку школьников. В Белом Юру преподают представителям подрастающего поколения особенности этого экстремального вида спорта. Отрабатывают внештатные ситуации и учатся укладывать куполы-стропы. Занятия для детей совершенно бесплатны, а в конце обучения они совершают три самостоятельных прыжка и получают удостоверение и значки парашютиста. С какого возраста можно записаться в секцию, где проводят финальные испытания, расскажет Анастасия Петрова. Команда, пошел! Небо зовет! В Сургутском районе, в центре патриотического воспитания наследия городского поселения Белый Яр, школьники проходят парашютную подготовку. Научиться правильно укладывать и собирать парашют, отработать все внештатные ситуации. Главная задача при подготовке к самостоятельному прыжку. Курсанты занимаются регулярно и знают, что делать, когда скручиваются стропы, разрывают купол или происходит отказ управления. Посещать секцию этого экстремального вида спорта ребята могут с 14 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. В рамках курса школьникам предлагают совершить три самостоятельных прыжка, после которых они получают сертификат. Мы прошли курс полетов в аэротрубе, то есть мы отлетали приличное время с ребятами. Вот это учебно-тренировочное сбородие в Елутровске, то есть это Тюменский аэроклуб, который мы собираемся посетить в ближайшее время. То есть ребята едут туда вместе со мной, то есть мы там должны выполнить по три прыжка с парашютом. Каждый из спортсменов-парашютистов получить удостоверение, значок торжественный. Парашют ошибок не прощает. Все действия должны быть чёткими и правильными. Этому ребята учатся на специальном подвесном оборудовании. Приготовиться. Пошёл. 122, 121 кольцо. 124, 125. Купол на пол. Всё равно целый. То есть парашютист смотрит вправо-влево, вниз посмотрел, чтобы внизу не было парашютистов. Уселся в подвесную систему удобно, комфортно, чтобы было работать дальше. Нужно отработать упражнение куполом, как он управляем. Делать скольжение в правую сторону. Парашютист пошёл вправо. Если потянул в левую сторону, купол уходит с парашютистом в левую сторону. Потянулся назад, купол пошёл назад. Хоть парашютный спорт экстремальный и опасный, приобщаются к нему и девочки. Некоторые уже имеют за спиной опыт и совсем не боятся неба. Другие пока с опаской представляют момент, когда придётся сделать тот самый шаг и прыгнуть. Я лично высоты не боюсь и прыжки у меня уже есть. У меня два прыжка есть. Здесь я новому научилась это. Я научилась собирать споративный парашют. Я хочу с этим связать свою жизнь. Я в будущем хочу этим заниматься. И профессионально, и работать инструктором. Был страх, но с тренировками я поняла, что его можно перебороть. Как признаются юные парашютистки, для занятий этим спортом приходится жертвовать некоторыми элементами красоты. Ведь, к примеру, уложить парашют с маникюром – задача не из простых. Ещё к тому же, когда вот так вот укладываешь, от стропы стираются пальцы, появляются мозоли. С маникюром вообще нельзя, потому что ногти сломаются все. Поэтому, если хочется заниматься именно укладывать и всё такое, то от маникюра придётся отказаться. Перед прыжками ребята обязательно проходят проверку знаний, сдают экзамены по укладке парашюта и демонстрируют действия при внештатных ситуациях. Только после того, как преподаватели убедятся в том, что школьники готовы, их допускают к полётам. Анастасия Петрова, Даниил Панков, Сургут, 24. Необходимость равно реализация. Собственники квартир в домах на проспекте Мира 53 и 55 в Сургуте решили, что им нужно обновить спортивные площадки во дворах. По мнению инициативных жителей, локации оформлены ограждениями, но внутреннее их оснащение требует улучшений. Совместно со специалистами территориального общественного совета номер 28 сургутяне оформили проекты, их утвердили в администрации города. И этим летом в 34 микрорайоне начнут модернизацию двух современных зон для активного досуга. Это совершенно два разных проекта. Здесь будет и футбольное поле, и будут также мафы. А на 55 доме будет только футбольное поле. Здесь асфальтовое покрытие, дети падают, коленки все разбитые у них. Здесь, посмотрите, тоже ничего нет. Здесь у нас будут и воркауты стоять, и всякие батуты. Сейчас управляющая компания будет разрабатывать дизайн-проект, проводить конкурсные процедуры. И в начале летнего сезона приступит к обустройству площадок. На площадках будет заменено покрытие на резиновое. Далее будут установлены баскетбольные стойки, мини-ворота. Ну и сделано освещение. Они будут модернизированы и, в принципе, приведены в наглежащий вид, чтобы жители микрорайона прониклись и начали заниматься спортом. Для реализации двух проектов направят почти 10 миллионов рублей. Чуть больше четверти от этой суммы потратят на обновление спортивной площадки во дворе дома 55 на проспекте Мира. Остальное потребуется на реконструкцию соседней территории. Всего же в этом году планируется воплотить в жизнь 12 идей по инициативному бюджетированию. Последний проект, к слову, был поддержан Сургутской мэрией в январе. Это первый этап арт-пространства. В вопросах составления и оформления инициативных проектов горожанам помогут специалисты МКУ «Наш город». Номер телефона на ваших экранах. Возможно, что 12 – это не максимум. Все зависит от финансовых источников. Да, вы правы, сейчас в настоящий момент 55 миллионов распределены на 12 проектов. Но в настоящий момент мы готовим документы на региональный конкурс. И в случае победы проектов горожан округ нам выделит субсидию. И возможно, что высвободятся местные деньги, которые мы направим на реализацию идей сургутян. Не пройти, не проехать – уборка снега – одна из самых волнующих жителей тем с самого начала зимы. Множество жалоб поступают и в адрес администрации города, и управляющих компаний, и даже в Центр управления регионом. Отдельный вопрос – приведение в порядок придомовых территорий. Отметим, что их чистоту обеспечивают УК. И согласно действующему законодательству, механизированную уборку, что называется, до асфальта, они обязаны проводить раз в месяц. Есть патрульные чистки в период снегопадов. Они предусматривают приведение в порядок проездов и устранение колейности. Но только уборка дела не заканчивается. Снег нужно еще и вывести. На это у управляющей компании есть семь дней. За исполнением следит контрольное управление мэрии. Во многих дворах складирование осадков становится большой проблемой. Горы не только занимают место, но и становятся точкой притяжения детей и нередко создают опасные ситуации для пешеходов и автомобилистов. Проблема с парковкой во дворе в Сургуте, пожалуй, знакома каждому автомобилисту. Заметно сложнее ситуация становится зимой, когда невывезенный снег занимает несколько парковочных мест во дворе, которых и без того в дефиците. Вот эта гора, я не знаю сколько дней, но дня четыре точно. Вот я приехала четыре дня. Четыре дня здесь. А вы вот как автомобилист, осложняет ли она вам ситуацию? Конечно, конечно. Посмотрите, сколько машин и сколько места занято. И вообще дети, наверное, тут прыгают. С жалобы на уборку снега в редакцию нашего телеканала обратились жители дома номер 15 на улице Геологической. Горожанам неудобство доставляло ли горы на выезде с дворовой территории и у самих подъездов. Последнюю убрали без нарушения по срокам на шестой день. А вот та, что расположилась на проезде, осталась. Дело в том, что расположена она уже на территории соседнего двора. У высотки номер 15 дробь 1 на той же улице находится в зоне ответственности управляющей компанией техсервис. Появилась куча снега 7 дней назад. Напомним, с этого года у контрольного управления, что проверяет качество уборки снега и соблюдение правил благоустройства в городе, появился дополнительный способ воздействия на нарушителей. Мы можем с изменениями в постановлении правительства Т-36 выдать в рамках благоустройства предписание. К примеру, мы увидели, что лежит вал снега 7 дней. Мы объявили предостережение, что его рекомендуем в течение 7 дней убрать. Делаем повторный выезд, видим, что вал не убран. Выдаем предписание убрать в течение суток. Если управляющая организация не уберет по предписанию, то это будет штраф по 19,5 КОАП от 10 до 20 тысяч рублей на юрлицо. Заглянуть за кулисы. Для семьи юной участницы федеральной акции «Елка желаний» Адалины Галиакбаровой провели экскурсию по телерадиокомпании «Саргут Интерновости». Девочка с мамой и братом узнали, кто, как и где делают новости. Побывали в телестудии и на радио. Возможность изучить что-то новое и познакомиться поближе с журналистским ремеслом стало приятным дополнением к основному подарку. Что загадывала юная саргутянка и осталась ли довольна презентом, расскажет Мария Ливанян. Сегодня в программе у нас студия «Звук записи». Это где можно записывать музыку. Это авторадио. Это где у нас происходит эфир радио-минтачок, где машина слушает и телевизионный студент. Давайте, наверное, начнем с студии авторадио. В местах и на транспорте необходимо дополнительно проработать в регионе. Отсюда напрямую идет включение. То есть девочки сидят, они постоянно мониторят радио, включаются, ведут прямые эфиры и рассказывают что-то о погоде, какие-то интересные новости. Сейчас мы запускаем детское радио. Я думаю, что где-то с марта месяца у нас будет еще в городе субботия и вещать детское радио. Показали ребятам и самое сердце телекомпании, студию, откуда в прямом эфире дважды в день транслируются новости. Юные гости даже смогли попробовать себя в роли ведущих и сделать памятные фото. Вот так вот обычно ведущие, которых ты видишь в новостях, читают текст и говорят на экран. Это студия звукозаписи. Здесь у нас сидят звукорежиссеры. Отсюда пишутся рекламные ролики, здесь пишутся песни. Обратите внимание, там вот есть ресивер, туда подключаются парабанная установка, гитара подключается, если необходимо. Не важно, тебе 20, 30 или же там буквально недавно исполнилось 10 лет, тебе в любом случае интересно, как это снимать, как это сниматься и что такое быть в телевизоре. Поэтому любому человеку, которого ты приведешь в телерадиокомпанию, в первую очередь будет интересно, где снимаются новости. Поэтому мы решили не просто подарить подарок, решили показать сердце телерадиокомпании, это ее студию, а также студию звукозаписи, чтобы у детей, ну и у родителей тоже было понимание того, как происходят именно съемки новостей. Аделина Галиакбарова участвовала в федеральной акции «Елка желаний». Исполнил ее мечту президент группы компаний «Умедиа» Александр Клишин. Мы хотим подарить тебе велосипед, который ты просила, и два сладких подарка у нас есть для вас. Это тебе, а это твоему братику. Мы лежали в больнице, и доча говорит, давай напишем. Я говорю, твой шарик не выберет, потому что такие желания, очень много, говорю, твое желание не исполнится. Чтобы не расстраивать, я говорю, не будем писать. Она переубедила меня, и мы написали. В итоге, буквально через две недели, наверное, уже написали, что наш шар все-таки вытянули. И мы были очень рады. Мария Ливанян, Владимир Федоров, Сургут, 24. Морозов не ожидается. Первая неделя февраля в Сургуте прогнозируется синоптиками, как умеренно холодная. Ночью воздух будет охлаждаться до 22 градусов мороза, а днем столбики термометра не опустятся ниже минус 16 по Цельсию. Последний месяц зимы планируется порадовать югорчан своей погодой. Он ожидается теплее на 1-1,5 градуса, чем обычно, без обильных осадков и сильного ветра. А январь, к слову, наоборот, был холоднее нормы. Первый месяц календарной зимы в среднем преобладал более теплыми, чем обычно, значениями. Среднемесячная температура воздуха была почти повсеместно, около и выше нормы. В декабре на 1-2 градуса. А в январе была около и ниже нормы, на 1-4 градуса. В первой декаде было холоднее, чем обычно. И вторая декада была тоже холодная. А вот третья декада была выше нормы. Если взять весь месяц, то они уравниваются. Весь декабрь намного теплее, чем обычно, то есть в сравнении с нормой. Это была последняя новость выпуска. Далее блок коммерческой информации и прогноз погоды. Об этих и других событиях читайте и смотрите на нашем сайте www.indefisnews.ru и в соцсетях у медиа. Я на этом с вами прощаюсь. Хороших выходных. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» А вы знали, что в Сургуте открылся ресторан «Том-Ям-Бар» с большим выбором легендарных супов «Том-Ям» от демократичного за 399 рублей до роскошного «Ройал-Тай». Здесь можно найти известные хиты тайской, вьетнамской, японской и китайской кухни. Закажи столик в «Том-Ям-Бар». Приходите в центр «Акватория» для мощного и эффективного омоложения без операций на знаменитом аппарате «Морфеус-8». Инновационная технология без операционного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица. Признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону. 59-35-35, «Акватория», улица Магистральная, 36. Там, где есть комнатные цветы, царят уют и гармония. Там, где есть комнатные цветы, есть стиль и индивидуальность. Выберите свои комнатные цветы в магазине «Цветы мира». Популярные и редкие растения в горшках, прекрасный выбор кашпо, а также дополнительных аксессуаров для создания особой атмосферы дома или в офисе. «Цветы мира». Семь важных плюсов «Телеплюс». Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы «Умного дома». «Телеплюс». Для любимых абонентов. Включено всё. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надёжней. Зайдите на сайт tenfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова